МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто стучался во все двери, чтобы открыть для сына большой футбол. А тех, кто устраивался на несколько работ, чтобы собрать ребенка на турнир. А тех, кто со слезами на глазах отпускал совсем юного мальчишку из родного дома, чтобы он сделал самые важные шаги в футбольной карьере. Мы говорим о мамах футболистов сборной России разных лет. Вернее, они сами рассказывают нам о том, как непросто расти чемпиона. Сегодня наша героиня Антонина Васильевна Смертина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Антонина Васильевна. Смертина – одна из самых известных спортивных династий России. А для своей малой родины, для Барнаула и для всего Алтайского края это настоящая гордость, и скромность здесь вообще неуместна. Преданные болельщики знают и любят и экс-капитана сборной России Алексея Смертина, и его старшего брата, призера чемпионатов СССР, мастера спорта Советского Союза Евгения. Ну а про отца Геннадия Ивановича Смертина вообще ходят легенды. В большинстве источников пишут, что именно благодаря его труду и упорству из обычных мальчишек получились настоящие звезды спорта. Ну и немного жаль, что в этих же источниках чаще всего не упоминают о том, какую огромную роль сыграла в судьбе сыновей их мама. Антонина Васильевна, вас никогда не расстраивало то обстоятельство, что все лавры в вашей семье отданы мужчинам? Нет, никогда. Антонина Васильевна, вот когда вы выходили замуж за Геннадия Смертина, вы понимали, насколько он фанат спорта, насколько он фанат футбола? В начале нет. Он вскрыл это от вас, да? Ну да, если честно. Дело в том, что он потом уже, я узнала, что он с футболом связан почти с детства. И он, когда работал на большом огромном моторном заводе, в те времена при заводах существовали спортивные секции. И он был там футболистом играл и числился слесарем. Потом, когда я замужем была, замуж я вышла рано, 18 лет, самый первый из класса, если честно. Потом я уже стала с ним везде ходить, по тренировкам постоянно. Но, скорее всего, из-за любви к футболу Геннадий Иванович ждал, что вы родите ему именно сына, чтобы воспитать футболиста. Что касается сыновей, то вот по жизни он всегда, мне говорил, очень мало у нас двоих сыновей, нам бы четверых детей, но только чтобы были мальчики. Чтобы команду собрать, такую нормальную семью. Никаких девочек, мальчиков. Ему хотелось до конца тренировать, тренировать. Можно только представить себе, как он радовался, когда родился первенец Жени. Конечно, да. Сколько Геннадий Иванович выдержал, прежде чем начать тренировать ребенка, Женю? Ну, может быть, лет с пяти, уже с четырех, с пяти. Уже с папой он занимался, да? Занимался с ним, был частный дом, там такой был маленький скверик. Но дело в том, что тогда еще он собирал всю улицу, всех ребятишек. Он индивидуально с ним работал, а потом вместе с ребятишками. А потом с командой. Ну, то есть Жене было пять лет, когда папа уже начал из него растить футболиста. Ну, нет. В начале у него стояла задача ради здоровья. Бегать, играть, и вместе с ним, вместе с ним. Ребятишки, девчонки, мальчишки, там в основном мальчишки. Вся улица с ними. Вот смотрите, наблюдая за тем, как вот Риана Геннадий Иванович взялся за воспитание, за спортивное, физкультурное воспитание сына, у вас где-то в глубине души, совсем потихонечку, не было желания, что, может быть, если второй ребенок будет, пусть лучше девчонка будет? Нет, если честно, я всегда хотела сыновей. Второму сыну Алексею тоже, как я понимаю, было предопределено стать футболистом. Вот когда уже второй, тогда уже у него появилась цель, уже поставили. А вот Геннадий Иванович не предполагал, что, может, у него какое-то другое предназначение? Нет. Может, он не будет подходить в футбол? Нет, значит, они играли еще в хоккей. Он просто заставлял ради физики. Когда мы уже жили в поселке Урожайном, уже в государственной квартире, и хоккей был в обязательном порядке. Сначала коньки, тут же переодевались кеды, потом валенки. Ну, в общем, вот так отогревались. Вот такая была система. Женя, старший, очень хорошо катался на коньках и очень любил хоккей. И, по-моему, у него была мысль, он даже однажды сказал, что он хотел бы быть хоккеистом. Но в любом случае определяющей была инициатива и воля отца. Однозначно, сто процентов. То есть вы в глобальном смысле в воспитание сыновей не вмешивались? Это была как бы территория... Вот в это воспитание, как бы вот футбольное, спортивное, нет. Я полностью переложила все на Гену. Я не переложила, так получилось. И не вмешивались даже в каких-то вот моментах, когда Геннадий Иванович мог быть достаточно жестким с ними и требовательным? Нет. А и что самое интересное, они никогда не жаловались. Дело доходило до слез и прочее, прочее. Он был как тренер, он был очень жесткий. Там и до пинков доходило, и до слез, и до всего. Но это было для того, чтобы они играли правильно, вот именно как положено играть. Через «не могу», через «не хочу», через «слезы» и так далее. Особенно Алеша в Англии, он это прекрасно потом понял, да. А вот на ваших глазах росли ведь не только ваши сыновья, Женя и Леша. Ваш дом был вторым домом многим другим мальчишкам, которые были воспитанники Геннадия Ивановича, да? Обязательно. Дело в том, что у Гены была такая методика. Он индивидуально занимался, но очень, если честно, немного. Он умел собирать детей и собирал детей старше, чтобы их били по ногам, чтобы у них воспитывалась футбольная злость. Вот у меня сейчас Влад, Алешин сын, злой в футболе. Вот это очень хорошая черта футболиста, кстати. И поэтому у них воспитывается, вот он старше меня, и я должен победить. Я должен, пусть он меня там ударит, пусть он там, но я должен вот именно сыграть так, как вот нужно. И Гена считал, что только в коллективе можно стать футболистом. Собирались дети, доставалось всем, не только моим сыновьям, и тем не менее, вот он, к нему вот так они тянулись. Дядя Гена, дядя Гена, Геннадий Иванович. И потом, когда они на морозе на 30-градусном, значит, играли, все замерзшие, уставшие, они приходили к нам домой. У Гена целые пачки печенья, почему-то шоколадного. Разогревался чай, в зале они, стол стоял всегда маленький. Они пили чай, потом включали телевизор, комментировали, если спортивное, что-то там. Потом начинали баловаться. У нас почти все стекла были разбиты. И пол проломили. Пол проломили. Да, ну, они там топали. И это было постоянно. И вы за ними всеми убирали? Помогали они вам? Я до сих пор, вот, кстати, хороший вопрос. Вот я постоянно и сейчас задаюсь вопросом. Мне вот эта толпа зачем вообще-то? Ничего подобного. Да, почему-то все это воспринимала нормально. Я никогда не сердилась, не злилась и не психовала. Они поиграли, посидели, разошлись и все. И это было постоянно. Это была его методика. То есть вот это, значит, попили чай, согрелись, посмотрели телевизор, побесились, разнесли дом. И не пробовали там даже, ну, или хотя бы сыновья ваши помочь вам вот потом как-то привести все в порядок? А у них не было времени. Я почему-то считала, что они были, ну, в какой-то мере решены детства. Да. Но отгулы он им давал. Сновьям? Да. Каким образом они расслаблялись? У них были друзья постоянно. Постоянно друзья. И они с ними где-то там общались там по-своему. Уже взрослые были. Тем более, что Женя у нас, он очень рано начал заниматься в футболу. Он учился у меня до восьмого класса. А эти два года я училась я. Но вы же не были домохозяйкой вот в чистом виде. Вы же тоже работали. Я работала. А вот не знаю. Я успевала все. Молодая, здоровая. А где вы работали? Я работала на заводе РТИ, резино-технические изделия, завода управления в отделе труда и заработной платы. Правая рука директора, где зарплата. Я работала там экономистом. Все в одном лице экономист, нормировщик. Ну, так было. Инженер. Это все было одно и то же. Там я и оттуда на пенсию ушла. Вернемся к мальчишкам. У вас подрастало два футболиста. Оба начинали с папиных фирменных тренировок. Старший Женя очень рано заиграл. И в команде мастеров. Ему, по-моему, было 16, когда его взяли в Барнаульский Динамо. В 8 классе. Да. А потом пришла пора определяться уже с карьерой дальнейшей. И к вам из Москвы, из столичного Динамо, приехал Николай Александрович Толстых. Да. С однозначной целью сосватать вашего сына в свою команду. Да. Как вы встречали? Значит, он пришел к нам домой, ближе к вечеру. Там был у нас старший тренер Женин, это Каминский Станислав Францевич, очень хороший. И второй тренер Волынкин. Они втроем сидели. Когда он начал говорить про Женю, чтобы он перерос в свою лигу, Гена как отнесся? Немножко со страхом, что вдруг посадят на лавку, и все, ну и какая-то. Вроде здесь уже определился, он здесь в почете, он здесь уже знаменит, и все такое прочее. Но вопрос был решен благодаря Станиславу Каминскому, его уже нет давно в живых, Станислав Францевич, как сейчас помню. А у меня стоял в нише японский магнитофон, который Женя привез тогда из-за границы, и которого, по-моему, ни у кого никогда еще не было. Красиво, он до сих пор стоит, как реликвия. И я включила тихонечко пленочку, и весь, вся вот эта запись записана, и сейчас она у Жени. Я присутствовала, конечно, и Станислав Францевич сказал, нет, Жене здесь уже не место, он уже перерос, далеко перерос. И я за то, чтобы он все-таки поехал туда. Я за, Волынкин был против, Гена сидел, молчал, не знал, что сказать. Николай Александрович уехал в гостиницу ночевать в Центральном. А, то есть не по итогам этой же ночи было принято решение? Нет, по итогам. Он, значит, уехал, и где-то ближе часам к 11 ночи приехал снова. И переговоры продолжились, да? И утром вопрос был решен. И они долго сидели за полночь, чавили чай, уже с Геной вдвоем. Женя где-то перед 8, буквально марта, уже уехал. Ну, смотрите, вот вы вообще, в принципе, когда приехал Толстых, вы были рады, вы были горды таким моментом, что из столичного... Конечно, горда. Немножко страшновато, но, конечно, я уже тогда уже вся была в футболе, вся вот в этом. Но вы уже себя готовили потихонечку к тому, что вот скоро сын уедет? Да, я готова была, но пережила это болезненно. Когда мы его проводили в аэропорт, я всю дорогу проплакала, помню. Я уже поняла, что у меня сын уехал и надолго. И он действительно уехал надолго. Когда он приехал в Московское Динамо, его сразу же поставили в основной состав. Сразу. И первый. У меня даже тетрадь, ну-то я ее с собой не взяла. Я вела такой дневник. Вот Женя уехал такого-то. Женя вот сыграл так-то, как сыграли. Своя турнирная таблица. Мы с вами знаем, сколько раз сборная России добивалась реальных успехов в чемпионатах разного уровня. Знаем клубную статистику любимых игроков. Но не знаем, что переживал будущий чемпион, когда он уехал от родителей. Столкнулся с тем, что надо быть самостоятельным. Что надо, к примеру, самому готовить себе еду. Самому стирать и так далее. Вот. А мама знает все. Российский футбольный союз инициировал программу с таким посылом, а «Газпромбанк» поддержал проект. Поэтому сегодня в студии «Авторадио» мы с огромным удовольствием продолжаем разговор с мамой знаменитых футболистов Евгения и Алексея Смертиных, Антониной Васильевной Смертиной. Антонина Васильевна, а сыновья ваши похожи друг на друга? Конечно, они похожи. Они оба кареглазые. Женя в основном пошел на меня. Он спокойный такой, уравновешенный, немногословный. Кстати, Женя состоялся как тренер. Это у него от отца. Ну, а что касается Алеши, то это Гена 100%. Он мало того, что на него похож, он и по натуре такой эмоциональный, такой весь общительный, такой весь коммуникабельный. А в учебе у мальчишек тоже были разные показатели? Что касается Жени, он учился до восьмого класса. Потом два года училась я. Если одну четверть он учился за год, то... То есть помогали больше вы... Я помогала. А уже разъезды начались, да, игры? Да, разъезды, тренировки. Как училась. Готовила шпаргалки в основном. Дело в том, что Женя, когда учился, вот он уезжал, и когда приезжал из-за границы, учителя, спасибо им всем, низкий поклон, они шли все навстречу. Он начал ездить по заграницам, они иногда вызывали его к себе в кабинет, спрашивали, как там дела за границей, ну, это те времена. И ставили ему тройку и выпускали его. Ну, я даже помню такой случай, когда вот он уехал, и у него через два дня экзамены. Экзамены, да, выпускные. Поэтому я знаю, что он приедет, ему когда учить некогда. Я, значит, у нас ставился стол на лоджии, у нас большая лоджия. Я там сидела, штудировала, уже были готовые вопросы по всем. Физика, химия, литература, там прочее, сочинения. Я сидела и все это писала, эти маленькие такие шпаргалочки. Допустим, химия. Мне надо было тему эту взять, ее прочитать, и что до основной выписать. Это труд неимоверный, я сейчас бы не смогла. Дело в том, что я сидела, писала до умопомрачения, и за этим столом спала. Гена приходил, меня кормил, но два дня оставалось. По литературе, конечно, я училась очень хорошо. У меня любимые были предметы, это русская литература. И поэтому там сочинения, это было для меня написать. Я написала все шпаргалки, он приехал, ну, как мог, сдал. Где шли навстречу, где сдал, где подсмотрел, не знаем. Но очень интересный факт, конечно. Я написала сочинение «Народ поднятый целиней». Это сочинение попалось на экзаменах. Он его списал на четверку. И когда поступал в институт, как ни странно, но это сочинение было тоже там. Но в те времена по всей стране одни и те же были вопросы. Ну, темы, тема, да. Темы были одни и те же. Поэтому и вот эти шпаргалки, и потом долго ходили, потому что они… Были актуальны. Актуальны были, да. Так интересно было. Но то, что совпадение в ВУДе такое… Совпадение просто необыкновенное. Он поступил в институт, пединститут, где он встретил свою любовь, так сказать. Вместе учились. Она тоже спортсменка, бегунья. Благодаря только своей маме, получившей приличное советское образование. Евгений давно уже сам учит детей, как уже сказала Антонина Васильевна. Но, правда, по одному профилю, по футбольному. Евгений Смертин, старший тренер Академии «Динамо», у нас на связи. Женя, здравствуй, сынок. Привет, мамуль. Итак, Евгений Смертин, старший брат. Жень, ну вот обычно старшим достается побольше как-то, да, вот там и оплеухи, и пинки. Младшего все-таки жалеют. А с вами был такой вариант? Ощущали на себе вот эту участь? Да, конечно. Ну, бывало, что втихаря я отыгрывался на младшем, когда родители не видели. У меня было свое. То есть, чтобы хоть как-то компенсировать, да? Конечно. А приходилось маме как-то вот утешать детские слезы? Находить какие-то слова? Или самому справляться? Наверное, да, слезы были. И мама тоже втихаря, чтобы папа не видел, потому что папа не приветствовал. Вот это вот все сюсюканье с нами, со мной, наверное. И поэтому приходилось, конечно, приходилось. Ну, тогда расскажите, какая у вас мама? Вот как бы вы ее охарактеризовали? Она добрая, она чуткая, она пытается понимать. Она, будем так говорить, товарищ, как партизан. Если ей скажешь что-то не говорить, она не скажет. Своим первым и самым важным в жизни тренером вы всегда называли отца. Работая детским тренером сами, вы взяли что-то из папиной методики? Нет. Все упражнения, они были индивидуальные. Я не могу индивидуально заниматься. И методику, если бы я ее применял, я бы не работал детским тренером в академии. Меня выгнали уже на второй день. То, что я подсмотрел у папы, это видение футболиста, игрока, ребенка глубже. Вот эти индивидуальные моменты, которые он в нас пребывал и что он хотел в нас видеть, я хочу видеть в детях. И если ребенок, у него это есть, может быть, природное, может быть, натренированное, то меня это радует. Я пытаюсь это развивать в детях. То, что я вот вижу глубоко и что хотел от нас отец. По поводу того, что хотел от вас отец, давайте все-таки, Евгений, расскажите нам несколько самых ярких, самых знаменитых упражнений, которые вам предлагал исполнить Геннадий Иванович. Ну, мяч, ты стоишь там на расстоянии трех-четырех метров, в тебя бьют мячом, ты должен его обработать. Мяч, куда он мяч полетит, не знает никто. Это не мяч, не отец, тем более я. И ты должен обработать этот мяч одним-двум касанием, чтобы он от тебя не отлетел на несколько метров, и отдать назад ему в руки. Допустим, это упражнение. То, что я все березы знал и все их обыграл по миллиону раз, это тоже упражнение, наверное. Знаменитые пролеты и лестница, по которой мы бегали, я бегал. За сколько нужно было прыжков их преодолеть? Ну, пролет нужно было за два прыжка. Посчитайте, сколько нужно пролетов. Ну, 10 ступенек за два прыжка с места. Ну, и ты прыгаешь вверх, прыгаешь, 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 прыгаешь. Но зато потом мне достаточно было легко переносить физические нагрузки, когда я попал уже в профессиональный спорт. Допустим, в конце было упражнение, допустим, 10 прыжков через большие барьеры. 10 и 10 серий. Ну, то есть 100 прыжков в конце. Для меня это не составляло уже труда. Люди там падали. А мне было не так сложно после тренировок папы. Мама Антонина Васильевна всегда говорила и продолжает говорить, что ее заслуги в вашей с Алексеем футбольной карьере нет. Что вы на это скажете? Ну, я думаю, что лукавство, конечно, очень большое. Но как оно не может не быть, если мы жили одной семьей, если отогревали нас и лечила она же, и папа, папа морозил нас там на снегу, да, сосулек из носа. Мама размораживала. Размораживала, кормила, кормила она. Ну, то есть, как вы считаете, есть или нет. Увозила в деревню, прятала от отца тоже она. Спасибо большое. Это был Евгений Смертин. Спасибо, Жень. Да, до свидания. Антонина Васильевна, когда Женя со сборной страны стал выезжать за рубеж, для вас, женщины из глубинки, это был, наверное, вообще какой-то невероятный сценарий. Конечно. Слушайте, она вам что-нибудь привозила такое из-за границы? Балавала у вас, может, какие-нибудь вещи от проклятых капиталистов? Вещь, да. Я так одевалась. Ко мне сбегали все с расчетной, с плану. Ой, опять она в новой кофте. Откуда? Вот она опять в это. Откуда? Ладно меня. Он же одевал Алешу. Это было что-то. Он привозил ему такие вещи в те времена. Джинсы, троечки. Он привез, помню, ему рюкзак, который на второй день украли тут же. Вместе с тетрадками со всеми. Да тетрадки, бог с ними, ладно. Все, ладно, все. Жалко было, конечно. Леша Гоголем ходил по школе. Вот брат у меня вот такой весь одетый был. Модный. Модный. И я вся такая была модная. Тем более у меня профессия была такая, что плохо не оденешься. И сам директор завода, Анатолий Петрович, он все время мне говорил. Так, приехала сначала ко мне, а потом пойдешь по отделам. И вот я почти неделю ходила по отделам. Да, путешественница такая. Путешествовала, рассказывала. Ну, были такие времена, что тем более, что Франция, Англия, Япония. Вот поэтому. Вот как раз в полной мере вы познали, что такое Запад с младшим сыном Алексеем, да? Да. Который умудрился поиграть в чемпионатах трех различных стран мира. Сейчас Алексей в родной России. И мало того, он у нас в студии. Алексей, добрый день. Рада вас видеть. Да, добрый день. Алексей, в своей книге вы вспоминаете в том числе и про школу. И как мама делала за вас и за Женю уроки. Вам читала на ночь мастера и Маргарита. По-вашему, участь каждого профессионального футболиста в том, чтобы не успевать в школе, а заниматься футболом? Это не участь, это желание. Знаете, как из фильма «Большая перемена». Большая перемена, да. Да. Вот то же самое и со мной было. Но при этом какие-то сюжетные линии этих книг я запомнил, более того, полюбил. И что вы думаете после того, как я прочитал несколько книг, а первая из них, если не брать спортивную тематику Дюма, и потом все его романы съел буквально за год. Как раз благодаря маме и тому, что она мне начитывала. А было действительно уже поздно, и хотелось спать. И, наверное, я засыпал, наверное, после того, как Волун там свои действия совершал. Но сам факт, что я получил тройку. Так вот, если бы любовь к литературе или к другому предмету возникла бы, а она могла возникнуть в раннем возрасте, то я думаю, что у меня и тройка было меньше бы, я бы учился бы лучше. То есть есть шанс совмещать и учебу, и футбол? Ну, безусловно. То есть, если так резюмировать, тройки-то не приходилось и двойки скрывать от мамы, потому что мама была полностью погружена в вопросы и как раз где-то в каких-то моментах, наоборот, спасала и выручала. Меня не ругали никогда. Единственное, за что меня ругали, и то это был папа, только за плохую игру. Это происходило так. Тонечка, ну, Леша-то сегодня хорошо сыграл. Четверку получил. Или ты-то говорил, Ген, ну как там, как там, а Леша-то сегодня? Козел бездарный. Двойка вообще, неинициативная. Я ему говорю, открывайся, ищи мяч. А он открываться не умеет. Так вот, мы по дому ничего не делали. Это мы уже выяснили. Да, пылесос я до сих пор редко, когда использую эти глаголы, но ненавижу звук раздражать. Естественно, посуду мыть тоже. И это не вменялось нам в обязанности. Основное, что мы должны были делать, это хорошо играть в футбол. Леша, может быть, вот именно в нынешнем своем качестве, как отец уже, как взрослый человек, ты понимаешь, что и ты по отношению к своим родителям совершал какие-то ошибки? Например, и что-то в ваших отношениях ты, что-то, может быть, ляпал не так, что-то, может быть, сделал не так, и что-то, может быть, сейчас хотел изменить? Нет. Вот те отношения с отцом, ведь был определенный дисбаланс в наших отношениях, ибо отец для меня прежде всего являлся тренером. То есть не было прослойки. Допустим, папа мой дошлифовывал Сашу Ерохина, тот занимался в Динамо, папа после тренировок с ним действовал. Но между моим папой и Сашей Ерохиным был его отец. Ну, понимаете, да, прослойки, как и, впрочем, с другими. У нас не было этой прослойки. То есть он был в одном лице. И в моем понимании я его даже в детстве называл, как вся его округа, Геныч. То есть как-то мне даже язык не поворачивался его папу назвать. Ну, потому что было определенное недовольство. Если не обида, хотя и она присутствовала, то недовольство на протяжении нескольких лет присутствовало. Потому что так с сыном взаимодействовать, так его сильно заставлять, потому что не было вообще никаких причин не пойти на футбольное поле. Человек ехал со всего города, убегая с производства, и потом возвращался для того, чтобы позаниматься. Я чего боялся? Я боялся лифта, который придойдет до восьмого этажа. И я очень надеялся, даже молился, что пускай он остановится на шестом, пускай он на пятом остановится. А он все едет и едет. А так как панельная система, естественно, все это случится. Потом открывалось все-таки на восьмом. Я уповал. Ага, четыре квартиры, еще четыре. Не к нам, не к нам, не к нам. Не к нам, не к нам. И вот эти шаги примерно в одно и то же время. И вот этот ключ вставляемый, это знаете, как, не знаю, лобзиком сквозь сердце. И первое, что встаем, завтракаем и на тренировку. И нужно было идти, вернусь к своему сыну. Вот это отношение между отцом и сыном, я подумал, ничего себе, я вот не хочу таких отношений между сыном и отцом. Ущерб, возможно, какому-то определенному образованию, я имею в виду в данном случае там спортивному. Я хотел так сделать, чтобы он меня с самого детства ко мне по-другому относился. Понимаете, это как раз издержки вот того сурового воспитания, которое проповедовал наш отец. Я потом, естественно, понимал, был чрезмерно ему благодарен. Вот я как раз, прям, прости, теперь я переберю. Вот ты сказал, я потом понимал, стал чрезмерно ему благодарен. Мне очень интересно понять, когда случился вот этот момент, когда ты его, ну, по сути, простил свою обиду отцу вот за все вот это, за то, что ты рассказываешь. Очень легко. Вот это был 92-й год. Вторая игра, потому что в первую я вышел на замене, вторая, когда я вышел против Четинского локомотива, забил гол, не поверил, не верил до тех пор, пока меня не свалили ребята на землю и не стали поздравлять. Я понял, нифига себе, папа, да ты был прав. Я тебе благодарен за это. Леша, спасибо огромное. Спасибо, что приехал. Спасибо, что привез маму. Искренне огромную, правда, благодарность. А сейчас прости, прости, мы просим тебя удалиться на скамейку запасных. Да, с колбаской, помалась с паской. Да, мы продолжим разговор с Антониной Васильевной. Само собой, про тебя тоже с удовольствием еще посекретничаем. Ну, понятное дело, я буду заслушать, поэтому аккуратней идти. Нет, мы будем говорить откровенно. Антонина Васильевна к этому абсолютно располагает. Мама знает все на Авторадио. Это программа и о футболе, и о самих игроках. Но самое главное, о мамах чемпионов, которые составляют самый надежный, самый любящий тыл для сборных всех времен. Мама знает все. Проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка» в студии Татьяна Гордеева, Катрина Гайсина и мама прославленных российских футболистов Евгения и Алексея Смертиных, Антонина Васильевна Смертина. Антонина Васильевна, вот мы с Алексеем, конечно, еще не до конца разобрались. Про него в разных биографических источниках пишут, что он такой прям скромный-скромный. Вот, ну есть такие источники, да. Между тем, вот мы уже начали об этом говорить. Давайте еще раз к этому вернемся. Когда старший Женя начал ездить по заграницам со сборной, привозил оттуда подарки, и Алексей реально стал самым модным парнем Барнаула. Магнитофон наверняка у него какой-нибудь крутой был. Ну вот Женя привез, я говорю. Магнитофон Сони назывался. Красный, ярко-красного цвета. Довольно большой. Вот, и, в общем-то, это было чудо. Свет, можно сказать, среди детей вообще всех. Ни у кого не было. А он не задавался никогда? Нет. А друзей у него много было? У Алеши или у Жени? У Алеши. У Алеши. Друзья были. Они до сих пор еще общаются. Приезжают, часто встречаются. Вот Кристина Айрих, которую я хорошо знаю. А тут давайте остановимся, потому что... И маму ее часто встречают. Как раз она у нас на связи. Здравствуйте, Кристина. Да, здравствуйте. Кристина, признавайтесь, много девчонок было влюблено в Алексея? Про других девчонок не знаю, кто-то влюблял. Ну, вы влюблялись? Ну, да, было дело. А он что? Мне кажется, его девчонки вообще мало интересовали. Его как бы мяча в основном. Ему было некогда. С ним дружить было неинтересно, потому что ему все время было некогда. У него всегда были тренировки, сборы, поездки, матчи, в пол. Нам известно, что Алексей у вас... А девочки потом. Нам известно, что Алексей у вас постоянно списывал. Ну, списывал. Куда деваться от этого, да, списывал. Помогали? Да, его почерк, такие. Да, было дело. Вы вот помогали Лёше, давали ему списывать. А были случаи, когда Лёше приходилось за вас вступаться? Ну, вы знаете, с Лёшей мы, например, на школе общались прекрасно на хоккейной коробке. И мальчишки зимой там занимались хоккеем, потому что с упала, видимо, с упала зимой им не нравилось. А мы с девочкой катались на фигурных коньках. И очень часто мы как бы там пересекались. И некоторым, подсказать, фишкам он меня даже научил там на коньках какие-то там эти делать, такие штуки. А с мамой Лёшей вы были знакомы? Какой она вам запомнилась? Спасибо. Кристина Айрих была у нас на связи. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Мама знает всё. Антонина Васильевна, вот мы давайте опять ещё раз вернёмся к тому моменту, что с Алексеем вы уже стали выезжать за границу, правильно? И он же во Франции в Бордо играл, потом в Англии аж за четыре тамошних команды, включая легендарное Челси, что общеизвестный факт. Вы побывали и в той, и в другой стране? Я в Англии четыре раза была. Так, а во Франции? Во Франции два раза. Где вам больше понравилось? В какой стране? Не знаю почему, но мне почему-то в Англии нравится. Вот эти вот традиции её, от которых она не отходит, много знаю о ней. Ну вот а если посмотреть с другой стороны, каково это отпускать родного сына в чужую страну, особенно вот в первый раз во Францию? Я как раз была в Москве, и Женя с Алёшей пригласили меня покататься по Москве днём. Хотя они меня и по машине в Москве возили, но было днём. И они уже заранее с ним договорились, значит, остановили машину где-то там, и меня заранее предупредили. Так, давай спокойно, так, мы тебе сейчас новость скажем, хорошую новость. А ты отнесись к этому, во-первых, нормально, как мама футболиста. Я бы уже умерла в этот момент просто от страха, когда такая подготовка. Не переживай, но Алёша у нас, Женя, это было Женя, он разговаривал. Алёша у нас уезжает во Францию играть. Конечно, было, если честно, неожиданно, как-то даже страшно, я не знаю. И я, конечно, сильно к этому отнеслась. Правильно, что они меня подготовили заранее. А когда он уже начал играть, частые звонки, это результат. Уже он там прижился, уже стал играть как профессионал, его стали там схвалить и показывать, и так далее. И стало всё спокойнее и спокойнее. Ну, конечно, переживала сильно, ездила. Футбол я смотрела дома по телевизору. Когда сыновья у меня играли, что Женя или Алёша, я футбол не смотрела. Из комнаты выходили? Это было всегда обычно поздно. Я ложилась спать, Гена меня закрывал, угонял туда. А утром, когда я просыпалась, он сразу заходил в первую очередь и говорил, какой счёт, и тут же говорил, всё-всё-всё, здоров-здоров, не травмировал. Всё сразу, всё успокойся, всё нормально. И всё это было у нас как традиция. А на футбольном поле я всегда сидела с ними вместе, но смотрела вот так вниз. Вниз? Вот это для меня было невыносимо смотреть. А тогда зачем приходили на стадион? А как же? Просто, чтобы вот ощущать атмосферу? Смотрела, ну, ходила везде, постоянно, и за границей, и всё. А как только, если вот, допустим, были моменты, что сына заменяли на поле, да? Всё, мама смотрела. Продолжаем нашу программу «Мама знает всё», и мы вновь хотим обратиться к друзьям Лёши по Бурнаулу. У нас есть возможность поговорить ещё с одним одноклассником. Мы уже выяснили, что класс был дружный, что ребята многие до сих пор вот в какой-то определённый костях поддерживают отношения. И у нас на связи Алексей Самоленко. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Алексей, вот мы знаем, что дом вашего одноклассника Лёши Смертиным, благодаря его папе, был, ну, в хорошем смысле слова, таким проходным двором, потому что там постоянно находились мальчишки, которых, ну, соответственно, тренировал Геннадий Иванович. Что вам запомнилось? Какая атмосфера в этой семье, в этом доме вообще? Что вам, вот, какие впечатления остались? Наверное, больше всего запомнилось на обеде. Довольно-таки очень вкусно. Его мама готовила окрошку и жареную картошку. Вот, как бы, там такая довольно-таки большая компания, садились в семье и кушали. Вот это прямо так и осталось в памяти. А каким Лёша был учеником? Ну, учеником, наверное, мы с ним были примерно одинаковы. Отличниками? Мы в Модальной парке вдвоём. Ну, и, как бы, скажем так, ну, я чуть лучше учился. Тоже у Кристинки списывали? У Кристинки, да, у Кристинки списывали все. Понятно. А какое место занимал в классе Лёша? Он был лидером или, наоборот, как-то отдельно держался от коллектива? По учёбе? Ну, вообще, в целом, в общении. Нет, по учёбе мы поняли, что вы вдвоём лидеры были, а вот так вообще, по общению? Да, у нас, как бы, не было лидеров. Мы, примерно, все были одинаковые, все равны. И просто вся, просто дружная компания была, дружный класс. Лидеров, как таковых, практически не было. А лидером, скорее всего, наверное, была, может быть, Кристина. Что ещё из школы запомнилось? Ну, такое, как бы, яркое событие из школы запомнилось на выпускном. Какое? Ну, когда вот там, ну, на галфуках пишем, ну, пожелания, что-то такое. Ну, и я вот Алексею на галфуке почему-то, он не стал ничего, написал «До встречи в Париже». Не знаю почему. И буквально через, там, сколько, 7-8 лет, наверное, когда он уехал играть в Бордо, он мне позвонил, как бы, сказал, я уже в Париже делал за тобой. И вот, как бы, ну, интересно, там, в 2004 году я собрался и уехал к нему в гости, жил у него две недели. Слушайте, а вот если сейчас вам подсунуть какой-нибудь галстук с желанием, вы сейчас бы что Алексею пожелали? Успехов. Тем, что он сейчас занимается его любым делом. А до встречи где? Наверное, теперь до встречи, не знаю, в Москве, наверное, потому что, как бы, там уже были, туда уже особо и не... Правильно, видали мы эту Францию и эту Англию, да, побывали уже там, поработали, поиграли. Надо встречаться в Москве и в Барнауле, лучшие города, согласитесь? Да, 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 конечно, да, потому что за границей уже, как бы, уже наелись есть. Алексей, спасибо большое, что вышли к нам на связь. Алексей Самойленко, одноклассник Алексея Смерцина. Всего доброго, спасибо. До свидания. Они болеют по-особенному. Их душа рвется не столько от переживаний за национальную сборную, сколько от того, как сыграет их родной и любимый ребенок. И пусть ребенку уже там 20, 25, 27 лет, и он сильный мужчина, неважно. Мама все равно бояться. А вдруг травма? А вдруг ему будет больно? Это программа «Мама знает все». Проект Российского футбольного союза и «Газпромбанка». В студии авторадио «Мама двух успешных футболистов» Антонина Васильевна Смертина. Антонина Васильевна, правда ли, что вы, тая тревогу, обращались к экстрасенсам? Кстати, мы с Геной ходили. Да? Мы всем отделом ходили и с ним. Он первый зашел. Ну и она его просто-напросто выгнала оттуда. И сказала, что ему здесь нечего делать, потому что ты, как человек, вот сам по себе, если честно, то сильнее меня. А что мне сказала? Мне сильно досталось, она меня отругала сильно. И сказала, что я очень сильно за них, как за спортсменов, переживаю, что связь матери-ребенка – это страшная сила. И так, как я веду себя, так вести себя нельзя. И она говорит, вот сейчас твой младший сын на костылях, а он действительно был травмирован на костылях. Да. Ничего. Он у тебя через 3-4 дня поправится, снова побежит, а ты наносишь травму не только себе, но и ему. Они у тебя спортсмены, травмы и так далее. Это неизбежно, но они поправятся, они будут дальше играть, а ты нанесешь вред не только себе, но и ему. Но неужели никому из вашего окружения не пришло в голову сказать такие же слова раньше, чем вы пошли к экстрасенсу? А кто знал? Никто об этом и не знал. А Геннадий Иванович? Он сам по-своему переживал. Я не показывала, что я там плакала, или у меня там давление поднималось, или что-то. Нет. Мы просто вместе переживали. Вот он меня успокаивал, что все нормально, не переживай, и все. Ну хотя, конечно, Геннадий Иванович, судя по всему, был не сентиментальным человеком. И найти для вас какие-то ласковые слова, успокоиться так прям, да, чтобы выросли. Нет, он меня успокаивал. Он в жизни, в семье, но он был совершенно другой. На поле, да, он такой вот весь. Оказалось бы, и в жизни должен быть такой. Ничего подобного. Если вот честно сознаться, мы 48 лет прожили, он меня никогда не называл Тоней. Он всю жизнь называл меня Тонюшка. Всю жизнь. Я не помню случай, чтобы он меня называл Тоня. Любовь к детям у него была своеобразная. Вот несмотря на это, открываются двери, и на площадке двойный тамбур. За тамбуром на площадке лежит ребенок после улицы. Весь в снегу, весь в сосульках. Мы его за руки, за ноги заносим домой. И сразу в ванну отмокает. Мама все это вешает, сушится. Потом Гена берет их себе на плечи, на горбушку, и несет в кровать. Мама готовит чай. Мы его отпаиваем, откармливаем. Вот так вот. Это было постоянно. Вот если продолжать разговор про различные увлечения и применение талантов Алексея, но тут действительно какие-то они безграничные, вполне себе известны факты, что однажды, пребывая в команде Челси, Леша, очень неравнодушный к музыке, решил даже перед ребятами выступить. Вы знаете, чем закончилось это выступление? Ну, у них какая-то там традиция была. Это кто новенький, вливается в коллектив, он должен что-то спеть. Ну, в общем, он все равно прошел. Все равно прошел, это значит, что выступление-то прошло не самым звездным образом. Говорят, его там с салфетками забросали или еще что-то. Они там, ну, в общем, все равно они его приняли в коллектив. Но тяга к музыке, тяга к творчеству и тяга к общению с творческими людьми, это, по-моему, уже абсолютно доказанный факт. Именно поэтому, например, лично меня не удивляет дружба Алексея Смертина с таким замечательным музыкантом, как Виктор Зинчук. Заслуженный артист России, автор немыслимых рекордов в своем музыкальном творчестве. Виктор у нас на связи. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Виктор. Все, что связано с Лешей, с этой замечательной семьей, у меня вызывает тепло. И только самые добрые эмоции. Не раз Алексей участвовал в благотворительных матчах. У нас есть команда Старко, и мы встречаемся там. Это футбольная команда звезд, да. Да, да, да. И мне счастливилось выходить на поле с Лешей вместе. И была совершенно замечательная поездка. Мы ездили в Барнаул, не только я, а еще Лешина друзья, они продолжают дружить. Дмитрий Ласьков, Андрей Коряков, Сергей Семак. Приезжали и провели там несколько дней. Были мастер-классы у меня в детской музыкальной школе. Были благотворительные матчи, награждения, беспрестанное общение. Ну, так тепло было, так здорово. Это просто был настоящий праздник. Антонина Васильевна, а вы помните, когда приезжал Виктор Зинчук в Барнаул? Я эту поездку очень хорошо помню. Когда он приехал, выступал Виктор в кинотеатре «Мир». Было много очень народу. Он специально для Геннадия Ивановича, для Гены, исполнил полонеза Гинского. Может, вы помните? И весь зал практически встал. Весь зал Гена тогда заплакал, помню. И когда вы уже окончили играть и в своей гримерке, и мы зашли с Геной туда, Гена прямо вот рвался туда. И он, я помню, перед вами встал на колени. Благодарность. И вы, значит, нам подарили диск новый и подписали Антонину Васильевну Геннадию Ивановичу. Я вообще часто проигрываю вот такую музыку. Я люблю вот такую музыку без слов, безо всего. Так что большое вам спасибо. Я помню этот момент, вот как сейчас. Но это было незабываемо. Ой, да. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Мне папа Лешин рассказывал, как он тренировал. И брату его, Женю и Лешу, заставлял их по лестнице на выносливость подниматься на этажи много-много раз. Вот скажите, знаете, что Алексей мечтает научиться играть на гитаре? Знаю. Конечно же, да. И у нас были занятия совместные. Ему нравится рок. Мы играли у него в способности. Да? Ну, все время не было, да. Со временем было туговато. Насколько я знаю, он сейчас снова хочет продолжить обучение. Конечно же, готов. И с радостью это сделаю. А он мне пару обводочек покажет. А еще мы знаем, что Алексей как-то подарил вам свою футболку. Какова ее судьба? Ой, я ее берегу и в ней играю. Причем не одну. У меня есть его необыкновенная совершенно футболка из клуба Бордо. У меня есть еще и из Кортсмунда, и из Челси его. Вот то же самое. Так что это гордость. Я их берегу, горжусь и показываю, хвастаюсь. Антонина Васильевна, давайте сейчас сделаем заказ Виктору Зинчаку. Когда в следующий раз он приедет в Барнаул в гости, какую бы вы мелодию хотели от него услышать? Ну, я хотела бы услышать именно полонез Агинского, чтобы в память о Гене... Ой, конечно же, да. Я обещаю, что это сделаю с огромной радостью. Ну, я хочу, чтобы он научил Алешу играть. Дело в том, что это моя мечта, если честно. Я говорю, Алеша, будешь вот седой, старенький, будешь у камина сидеть и будешь играть на гитаре, так будет хорошо. Правда, правда. Все, заключаем договор прямо в рамках нашей программы. Значит, про полонез Агинского договорились и про то, что Леша Смертин у камина с гитарой тоже договорились. Виктор Зинчук у нас был в программе. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Очень душевно и трогательно. Спасибо большое. Всего доброго. Здоровья. Мама знает все. Антонина Васильевна, я по традиции в конце программы всем нашим героиням задаю вопрос. Какие качества необходимы мамам футболистов? Наверное, терпения. Если по себе я считаю, то не надо сильно уж расстраиваться, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Это, во-первых, во вред здоровья себе. Отпускать надо немножко. И любить. Думать только о хорошем. И все будет хорошо. Мне очень хочется привести и заодно проверить на достоверность еще одну цитату от Геннадия Ивановича Смертина. Спасибо жене. Это от нее у обоих сыновей светлые головушки. Он говорил так? Да. Это у него любимое было выражение. Он всегда называл Женю. Жене быстрые ножки, а у Алеши светлые головушки. А жена у него Тонюшка. А жена Тонюшка. Все 48 лет. Спасибо вам огромное за участие в программе, за искренность, за душевную красоту. Ну и за светлые головушки ваших замечательных сыновей, которыми гордится вся страна. И только вы одна, единственная по-настоящему знаете, чего все это стоило. Потому что мама знает все. Спасибо, Антонина Васильевна. Мы благодарим также всех наших слушателей за внимание и прощаемся с вами до следующей недели. С вами была Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Самые близкие и важные в жизни люди, мамы, помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Спасибо. Спасибо.